приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана старые души среди нас слышали вы о таком термине как старая душа 10 признаков по которым вы узнаете их толпе а возможно среди своих друзей многие слышали термин старая душа обычно его используют для обозначения старомодных людей в хорошем смысле этого слова их отличает высокой степень эмоциональной и интеллектуальной зрелости страсть к истории и ее наследию крепкий нравственный костёк астрология допускает существовать реинкарнации вечного возвращения души к земной жизни людей которым удалось родиться свыше называют старая душа однако если способы распознать их себе или ближайшем окружении давайте с вами разберемся первый признак зрелость вне возраста старые души с ранних детских лет выделяются на фоне своих сверстников они часто не хотят играть и не понимают потребности в игре которые наблюдают у других детей они предпочитают проводить время со взрослыми слушая их разговоры они быстро учатся говорить полными предложениями и использовать возвышенные слова они также рано начинают читать и писать психически они кажутся зрелыми не по годам из-за чего отвергаются другими детьми и не находят пониманию родителей второе развитая рефлексивность старая душа видит мир и его дела шире чем другие это делать его не способны перестать думать и постоянно анализирует различные вопросы он хочет добраться до сути вещей он ценит философию постоянно чему-то учится он считает что развитие должно длиться всю жизнь 3 высокий уровень эмпатии души жившие раньше менее сосредоточены на достижении собственных целей особенно материальных они уделяют больше внимания другим людям проявлять чуткость и сочувствие к их страданиям или проблемам они хотят помочь указать путь тем кто заблудился они легко проникают в эмоции окружающих угадывая их чувства по мелким сигналам или мимике 4 страсть к старым вещам поскольку старая душа уже соприкосновалась с материальным миром отдельные предметы многолетней давности подсознательно вызывают не чувства и воспоминания она не может оправдать свое влечение к антиквариату винтажной одежде но чувствует это очень сильно поэтому она естественно будет выбирать вещи из эпохи размещая их своем окружении покупать винил смотреть старые фильмы слушать хиты многолетней давности 5 большой творческий потенциал старая душа много повидал и побывала во многих местах не удивительно что она креативно выше среднего что выражается как художественных музыкальных или литературных увлечениях так и в образе и стиле одежды это человек которого невозможно не заметить толпе он до сих пор удивляет своих друзей оригинальными идеями шестое навыки слушания тысячи бесед с людьми делать старую душу прекрасным слушателем ее восприятие других помогает обширной эмпатии а также честность и потребность сосуществовать с людьми она может владеть людьми любого материального или интеллектуального статуса а также с представителями разных культур и среды седьмое празднование маленького счастья старая душа ненавидит потребление даже если на начальном этапе полового созревания она на мгновение попадает ее водоворот присоединяясь к своим сверстником вскоре быстро менять свой подход понимая насколько пагубно это направление однако она может наслаждаться маленькими радостями и праздновать их как момент величайшего счастья последовательные кармические воплощения научили ее что в жизни имеет значение только прекрасные мгновения а материальные блага еще менее долговечны чем человеческие жизни восьмое надежная интуиция старые души как и многие из людей не чувствуют себя потерянными самого начала они знают по какому пути хотят идти и стараются помочь другим найти свой собственный путь интуиция их редко подводит поэтому большую часть своих жизненных решений они принимают на основе своей индивидуальной интуиции девятое ощущение несоответствия эпохи это то в чем часто признаются многие старые души привыкшие к более высокому уровню культуры гармонии и миру без интернета они испытывают чувство диссонанс и несовместимости современным миром они не могут найти свой путь спешащие реальности гаджетов в социальных сетей и культа перемен они ценят спокойную размеренную жизнь желательно близость к природе и постоянный доступ к высокой культуре они много читают любят ходить театр и оперу 10 на внутренняя потребность оставить след и эти неординарные люди больше других чувствуют течение времени и осознают хрупкость жизни чтобы придать ему более глубокий смысл они стараются во чтобы это не стал оставить след они часто ведут дневники пишут стихи и романы сочиняют песни рисуют если нет то посвящает себя другим задачам благодаря которым у них есть шанс что-то изменить в мире и запомниться потомкам затем они могут заниматься например волонтерством